теорема существования единственности это на самом деле важный вопрос потому что он позволяет понять вообще правда ли что ну как бы идея про дифференциальное уравнение это идея про то что мы живем в некотором детерминистическом мире это означает что детерминизм означает что если вы знаете все про то как устроена система в данный момент времени то вы можете предсказывать ее будущее и как философская концепция эта штука и имела довольно большой эффект ну как бы в принципе мы бы хотели бы в какой-то мере чтобы те системы которые мы создаем или которые мы изучаем чтобы они были датерминистическими мы бы хотели бы иметь возможность предсказывать поведение таких систем с течением времени просто зная их начальное состояние состояние в текущем времени при этом тут всякие могут возникать философские вопросы типа если в эту систему входят люди которые обладают свободой воли и вроде бы детерминизм как должен противоречить свободе воли и тут дальше возникает куча всякой философии но мы всего этого касаться не будем мы просто поговорим есть ли вообще детерминизма в системах задаваемый дифференциальным уравнением и математическая переформулировка понятия детерминизма это утверждение про существование низкость решения задачи каши задач начальном условии давайте я сформулирую теорему теорему звучит так пусть у нас есть уравнение давайте так рассмотрим уравнение x точкой равняется ft x значит сейчас я буду формулировать теорему в общем случае но можно думать про нее случае с размерностью 1 значит у меня x от t это н мерную н мерный вектор вот значит это н мерный вектор и я рассматриваю задачу каши с начальным условием допустим x в точке т но равняется x 0 x 0 какой-то фиксированный н мерный вектор начальном условии утверждается что давайте потребуем чтобы о этой самой уравнение функция f было как говорят с 1 гладкой принадлежит 1 это означает что у нее что непрерывные производные такие функции называются гладкими функцию которых есть непрерывные производные тогда существует некоторая область у некоторый интервальчик содержащий точку то 0 значит какой-то интервал такая что решение x равняется fiat t а с начальным условием fiat 0 равняется x 0 определенного в у единственным то есть любое другое решение должно совпадать с этим решение с тем же начальным условием совпадает с нашим значит вот такое утверждение давайте нарисую картинку к нему значит вот у нас есть горизонтальную ось и то есть времени но я рисую картинку в случае одномерного фазового пространства что у нас есть какая-то точка т 0 x 0 соответственно у меня есть точка в расширенном фазовом пространстве с этими координатами и утверждается что есть такая окрестность точки т 0 что на этой окрестности определенное единственное решение моего уравнения значит вот у меня есть кривая фи x равняется фи это как раз мое решение что-то касается в каждой своей точке кривой и его прямых из поля направлении которые задаются муку фи вот смотрите что здесь как бы эта штука называется терема что они единственности значит что здесь важно у нее две части первая часть что решение существует обязательно такая функция найдется по крайней мере в каком-то на каком-то интервальчике вторая часть с этой в том что это решение будет обязательно единственным то есть что не может такого быть что у нас есть два разных решений одного и того же уравнение вот в принципе это математическая формализация того что такое что такое детерминизм потому что что это означает означает что если мы точно знаем что мы находимся в момент времени это 0 вот в этой точке мы знаем состояние системы то мы точно знаем как устроено будущее в будущем систем будет развиваться вот по вот этой вот кривой у нас нет никакой возможности выбрать по этой или по другой вот значит вот такая теорема я не буду ее доказывать в общей общности скорее всего она там требует какой-то довольно нетривиальной техники связанной с функцией данным анализом не то чтобы это было сильно сложно но так немножко муторно вот но давайте я вместо этого попробую доказать эту теорему для случая размерности 1 где все понятно точнее для автономных уравнений в размерности 1 значит теорема для автономных уравнений в размерности 1 что утверждается но утверждается что если у вас есть автономные уравнения то вот такая картинка справедливо ну давайте посмотрим как психически можно было бы это доказывать значит вот у нас есть какое-то автономное уравнение теперь давайте скажу что это x точка равняется v от x и в должно быть гладким и что здесь какое-то начальное условие поскольку уравнение автономное можно считать что мы просто стартуем момент времени t0 все все моменты времени как бы одинаковые и вот я стартую с какого-то начального условия с какой-то точки x0 и дальше утверждается что есть какой-то интервальчик допустим интервальчик вокруг нуля такой что здесь существует единственное решение моей системы ну возможно два случая первый случай может так оказаться что v в точке x0 не ноль что вот здесь у меня есть какой-то наклон какая-то ненулевая производная что из этого следует но и из этого следует что как минимум в близких точках происходит то же самое в близких точках тоже в не 0 потому что в гладко раз гладкая значит непрерывная непрерывная функция была таким свойством что если они в какой-то точке не 0 то и в близких точках тоже не 0 иначе бы по непрерывности нарушалось бы условия что они ну давайте посмотрим что получается значит существует окрестность давайте в в точке x0 такая что в от x0 давайте для определенности давайте для определенности скажем что в от x0 больше нуля другой случай рассматривается аналогично это не ограничивает общность тогда существует такая окрестность что в от x больше нуля для всех иксов из этой окрестности в значит вот я рассматриваю какую-то окрестность вот здесь так что на этой так что в этой окрестности у меня значит моя правая часть обязательно положительно ну а дальше на самом деле вот для такой окрестности мы просто знаем явную формулу с помощью которой сдается наше решение а именно эта формула которой мы обсуждали в прошлого раза и которую мы использовали для того чтобы решить уравнение такого вида что именно мы знаем что тогда решение удовлетворяет уравнению интеграл от x 0 до x до z разделить на vz равняется здесь можно сказать что это x от t начну и вот это уравнение она на самом деле задает нам решение однозначным образом во первых это уравнение точно разрешимо потому что ну смотрите значит у нас выражение под интегралом положительно значит вот эта штука положительно значит выражение под интегралом положительно значит левая часть вот этой вот этой вот штуки вот если мы рассматриваем функцию если мы рассматриваем функцию f от x равняется интеграл от x0 до x d z разделить на v от z то f от x будет просто строго возрастать ну а раз она строго возрастает то она обратима раз она обратима то существует единственная обратная функция которая как раз и называется которая кажется быть решением нашего уравнения значит существует обратная функция которая как раз и будет x равняется f от t она и будет решением уравнения можете пожалуйста еще раз объяснить почему f от x строго возрастает ну смотрите f от x это интеграл с переменным верхним пределом под интегральное выражение положительно значит ну как бы если вы посчитаете производную от этого f большого то вы получите точности под интегральное выражение поднародную функцию она положительна значит возрастает marca сила вот а раз она строго возрастать значит есть обратная вот эта обратная как раз и будет нашим решением то ты будешь самой функции x от т или фи от т и при этом она принадлежно но вот как вот это вот обратная функция которая получается то она и есть. Только эта функция будет удовлетворять этому уравнению. А с другой стороны, мы знаем, что решение обязано удовлетворять этому уравнению. Ну, в общем, вот эта единственность и получается. Значит, это решение будет действительно определено в какой-то окрестности ташки t. Ну вот, докуда-то при t чуть больше нуля и при t чуть меньше нуля эта штука будет определена. Как, реалистично звучит? Я тебя можно уточнить, а почему в окрестности x0 delta от x именно больше нуля, а не меньше? Почему у нас производная не может условно вниз идти? Вот это v. Я сказал, что давайте для определенности считать, что она больше нуля. Можно рассмотреть другой случай аналогично. Если она меньше нуля, здесь тоже будет меньше нуля. Здесь будет f от x строго убывать. Но вот этот вывод останется прежним. Не может такого быть, чтобы она меняла знак по непрерывности. Значит, если бы существует такая окрестность, в которой знак сохраняется. Согласны? Значит, если бы такой окрестности не существовало, то это бы означало бы, что функция меняет знак при сколь угодно, как бы сколь угодно близко к точке x0. То есть это бы означало бы, что есть нули сколь угодно близко к точке x0. Но тогда бы по непрерывности вот это условие не могло бы соблюдаться. Вот. Хорошо. Ну что, есть ли еще вопросы про эту часть? В случае v от x0 не равняется нулю. Хорошо. Давайте рассмотрим второй случай, собственно говоря, оставшийся. v от x0 равняется нулю. Ну что в этом случае происходит? Значит, если мы попали в точку, где правая часть обнуляется, это означает, что в этой точке у нас эти самые поле направлений, поле прямых устроено вот таким образом. Что вы тогда можете сказать при решении? Как устроено решение с таким начальным условием? Скажите кто-нибудь, как устроено решение с таким начальным условием? Может, решением будет как раз это же и прямая нуль? Ну да, конечно, она и будет. Это прямая и будет. Ну как бы если вы стартуете в точке, где скорость равна нулю, то дальше вы живете в этой точке до бесконечности. И как раз у вас скорость во все моменты времени будет действительно равна нулю. То есть уравнение будет соблюдаться. Ну вот вроде как доказали. Есть ли у вас вопросы к этому доказательству? Верите ли вы в это доказательство? Ну хорошо, видимо верите. Окей. Давайте рассмотрим такое уравнение. х точка равняется х в степени две трети, где х больше либо равен нулю. Давайте рассмотрим начальное условие. х в нуле равняется нулю. Значит, какие есть решения у такого уравнения с таким начальным условием? Ну как минимум х от т равно нулю. Да, есть х от т равно нулю, а есть еще, например, вот такое. Проверьте, что оно тоже будет решением. Давайте посчитайте, поставьте уравнение и проверьте, что действительно получается. что оно является решением. Получается? А тут получается, что производная равна просто так квадрат? А х в степени две трети это т квадрат делить на 9. Нет? У тебя и производная будет т квадрат делить на 3 в квадрате. Там как раз все сводится. Ну давайте посмотрим. А, да, я почитался, да. Х с точкой равняется 3, значит, 3, t разделить на 3 в квадрате. И чего? Еще раз разделить на 3, что ли, нужно? Да? Внутреннюю функцию продифференцировать. Значит, вот эти штуки сокращаются, остается t квадрат делить на 3. А с другой стороны, х в степени две трети, это есть t разделить на 3 в степени две трети, в третьей степени и еще в степени две трети. Значит, степени перемножаются, поэтому получается t третьих в степени во второй степени. И действительно уравнение выполняется. Вопрос. Как же так? Вот теоремы. Вот доказательства. И вот контрпример. У нас же условие, что функция в x0 не равна нулю. А у нас как раз функция в x0. Вот вроде бы, когда мы обсуждали вот этот случай, мы сказали, что тут не может быть никаких других решений, кроме как вот этой вот горизонтальной прямой. А почему мы так сказали? Ну, на самом деле, не почему. Я просто сделал вид, что так оно и есть, по-другому быть не может. Но на самом деле я этого не доказывал. Такое решение, безусловно, существует, в этом с этим трудно поспорить. Но при этом на самом деле мы не доказывали, что не может быть других решений с начальным условием x0, для которых v от x0 равняется нулю. Тем не менее, когда я спросил, верите ли вы в это доказательство, никто почему-то не усомнился. Хотя ничего, кроме моего убедительного голоса, за вот этой второй частью не было. Ну, хорошо. Смотрите, ну, окей. Не работает теорема. Правда ли, что теорема вообще не верна? Правда ли, что я потратил? Ну, скорее, тут просто нужно убрать только слово. То, что если v от x0 равно нулю, то у нас просто есть x равно нулю, но могут быть и другие решения. Ну, вот нет. Я хочу теорема считать единственность. Я хочу все-таки единственность решений. Не хочу такого, чтобы у меня были бы два разных решения, стартующих из одной и той же точки. Все-таки, вот теорема, как она сформулирована, она верна или не верна? Является ли тот пример, который мы придумали, контрпримером к этой теореме? Правда ли, что я потратил 25 минут лекции на формулировку и доказательство неверной теоремы? А может нам стоит сказать, что если у нас там определен x больше либо равен нуля, то есть у нас производная получается x в степени 2 третьих, то у нас определен предел справа, но не определен предел слева? Может, в этом проблема? То, что она там не определена? Ну, сама функция определена, да. Но вот с производной у нее тут некоторые проблемы. Ну, то, что она не определена, значит, то, что она вообще не определена при отрицательных иксах, в этом проблема небольшая, потому что, ну, можно было бы там модуль поставить вместо x в степени 2 третьих, и тогда сама функция была бы определена и справа, и слева. Но, действительно, вы правильно замечаете, что с производной здесь могут быть какие-то проблемы. И чему это противоречит в условии теоремы? Потому что у нас функция гладкая, и у нее производная непрерывная? Да, да, совершенно верно. Значит, смотрите, здесь в условии теоремы требовалось, чтобы наша правая часть была бы c1 гладкой функцией. Значит, и здесь, и здесь я продублировал это требование. Ну, то есть, как бы c1 гладкая на все области определения, там, где определена, там и гладкая. Является ли функция x в степени 2 третьей c1 гладкой? Значит, x в степени 2 третьей — это мы x возводим в степень меньше единицы. То есть это какая-то штука, которая выглядит как-то вот так. Примерно как корень. Значит, если бы она была c1 гладкой, то это бы означало, что у нее есть производные непрерывные, и как бы есть всюду, где функция определена. Понятно, что у такой функции, у функции x в степени 2 третья, нет никаких шансов на то, чтобы иметь непрерывную производную вот здесь в точке 0. Просто потому что сама производная этой функции стремится к бесконечности по мере приближения точки к нулю. Как у корня. Поэтому контрпример, конечно, не является контрпримером к теореме. Но он демонстрирует, что вот на этом шаге нужно проявить осторожность и аккуратно разобраться, когда все-таки возможно вот такая ситуация, а когда нет. И доказать, что если выполняются условия гладкости, то вот такая ситуация невозможна. Ну вот сейчас мы это попробуем сделать. То есть как бы смотрите, что у нас получилось вот для вот этого уравнения. У нас получилась вот такая картинка. Значит, вот у нас есть решение. Значит, у нас есть наше поле направления, которое устроено так. Вот здесь горизонтальное, здесь оно становится сразу вот таким, и тут оно становится еще больше. Вот, соответственно, мы выяснили, что в этом случае оказалось, что у нас есть два решения, проходящих через одну и ту же точку. На самом деле даже не два, а даже больше, потому что можно придумывать более хитрые комбинации, но по крайней мере два. И как бы это не противоречит самому уравнению. То есть вот казалось бы, так чисто интуитивно, казалось бы, что если скорость равна нулю, вот если скорость движения в этой точке, когда мы находимся в этой точке, то скорость движения в этой точке равна нулю, казалось бы, это означало бы, что мы из этой точки не можем уйти. Но на самом деле видно, что благодаря тому, что есть функция типа t в кубе, у этой функции в нуле нулевая скорость, но при этом она из нуля уходит. Хотя вот здесь у нее нулевая скорость. Короче говоря, нам нужно понять, возможно, вот такая ситуация или нет. Чтобы это сделать, мы воспользуемся тем фактом, что за пределами вот этого, вот этой прямой, вот во всей вот этой области, у нас на самом деле действует та самая формула Barrow, которую мы обсуждали раньше, которую мы сегодня уже выписывали, вот эта формула. Благодаря этой формуле мы сможем понять, как устроено наше решение, вот это потенциальное решение, которое убегает из вот этой точки, в которой, по идее, ей нужно было бы жить всегда, как оно может быть устроено, ну вот здесь, до момента попадания в саму эту точку. Давайте посмотрим, как это вообще возможно. Пусть существует решение с начальным условием x от t x от t0 равняется x0 то есть пусть так оказалось, что вот мы жили-жили, значит, у нас есть наше начальное условие и вот у нас оно было здесь у нас горизонтальное поле направлений и вот у нас есть решение, которое устроено так, что вот оно жило-жило в точке t0, а потом в какой-то момент бац, и оказалось где-то в другом месте а именно вот в момент времени t1 оно вдруг оказалось в какой-то точке x1 и x1 не равняется x0 вот мы предполагаем, что есть вот такая картинка давайте посмотрим, возможно это или нет значит, для того, чтобы это проверить, давайте сделаем вот такую вещь значит, смотрите, я сейчас веду какие-то упрощающие предположения, которые не влияют на общий смысл рассуждения именно давайте я буду предполагать, что на участке от x0 до x1 больше нет нулей и на всем этом участке у нас функция возрастает то есть это означает, что в этом больше нуля то есть что картинка именно вот такая, как нарисована и если это не так, тогда нужно просто вместо точки x1 выбрать, так сказать ну, окей значит, дальше нужно будет рассмотреть два случая в одном случае там накапливаются нули вот сюда, а в другом случае не накапливаются ну, и случай с накапливающимися нулями рассмотреть отдельно потому что я не хочу сейчас сильно заморачиваться на эту тему давайте для простоты считать значит, будем считать, что на отрезке еще на интервале x0, x1 v от x больше нуля то есть что движение здесь происходит вверх вот ну и давайте посмотрим, что при этом будет происходить значит, я хочу зафиксировать некоторую точку давайте зафиксируем некоторую точку z между x0 и x1 в силу непрерывности функции вот этого самого нашего решения есть точка пересечения с прямой x равняется z ну и в силу монотонности значит, поскольку мы потребовали, чтобы v от x было больше нуля это означает, что у нас вот эта штука монотонна и это означает, что вот эта точка пересечения будет ровно одна давайте я ее как-нибудь обозначу значит, пусть эта штука называется t от z а теперь я скажу вот что давайте посчитаем чему равно время прохождению от t от z до t1 значит, время движения значит, пусть t от z значит, пусть z лежит на интервале от x0 до x1 и точка t от z такая, что x от t от z равняется z время прохождения от z до x1 то есть t от z минус t1 чему равно? как ее найти? значит, как найти время движения отсюда сюда ну, если у нас есть функция x от t то мы можем сказать, что у нас есть, допустим, обратная функция и нужно посчитать но я как раз свойства функции x от t сейчас хочу исследовать и я считаю, что вот у меня данное уравнение то есть я знаю v и я хочу через v выразить свойства функции x от t но в данном случае, скорее, вот обратная функция t от z значит, я хочу воспользоваться моим уравнением я хочу доказать некоторые свойства про решение и про решение я знаю, что оно является решением моего уравнения и поэтому буду пользоваться свойствами уравнения значит, как найти вот это время движения отсюда сюда если я знаю, что x от t это решение моего уравнения ну, скажите ну, нужно производную взять от x от t нет а, нет, нет так, слушайте, x от t это решение моего уравнения это решение уравнения x точкой x точка равняется v от x я спрашиваю за какое время вы вдоль этого решения пройдете от точки z до точки x1 значит, у нас вот такое вот наше уравнение x точка равняется v от x как задается время прохождения от одной точки до другой точки для автономного уравнения напрямую как вы найти вот был у вас конь уравнение x . равняется x квадрата я спрашиваю как найти время движения время движения получается у нас у нас будет интеграл от z до x 1 dc какую-нибудь д не знаю какую-нибудь другую букву ду а поделить на у от x ну мы же берем ну то есть у нас получается же автономное уравнение решается вот как мы делали выше только нам нужно изменить пределы интегрирования у нас будут интегралы откуда-докуда от z до x 1 от z до x 1 да от какой функции д ду допустим какой-нибудь на v от x делить на v ну тогда от у да да совершенно верно вот такая штука будет у нас как раз как раз мы пользуемся той самой формулы которые мы доказывали в прошлый раз мы как раз ее пользуемся для того чтобы найти время движения отсюда досюда вот это время движения она как раз считается как интеграл функция обратной к функции скорости это ровно та формула которой мы сегодня уже даже писали где-то вот была уже такая формула вот она это ровно она хорошо теперь смотрите что я сейчас буду делать я сейчас буду устремлять вот эту z к точке x 0 то есть я возьму вот эту вот горизонтальную прямую и буду ее двигать вниз понятно что при этом точка пересечении будет сдвигаться куда-то допустим влево t от z будет куда-то двигаться вот вот сюда и дальше возникает вопрос по идее она должна стремиться вот к ты 0 с какой-то фиксированной точки вопрос а что будет происходить на самом деле ну давайте посмотрим значит фактически что меня сейчас интересует меня сейчас интересует предел при z стремящемся к x 0 давайте пусть будет справа вот этого самого интеграла интеграл от z до x 1 до разделить на в эту заметим что когда уравняется когда z равняется x 0 что можете сказать про вот такой интеграл это что будет за интеграл такой это будет обычный собственно интеграл или это больше что-то другое это будет просто т1 минус т 0 это правда да но и меньше интересует вообще тип этого интеграла это будет обычный интеграл риммана вот эта штука вообще интегрируема по риммана на участке от x 0 до x 1 ну мы предположили что там нету нулей значит да где нет нулей ну то есть мы предположили что у нас в интервале от x 0 до x 1 нету нулей нет в интервале нету да но если я хочу ну правда что для каждого конкретного z это штука стыка интегрируем а вот если я спрашиваю про вот такой интеграл тогда что выставляется ли это интегралом риммана интегрируем или под интегрируем или штук который стоит под интегралом смысле интеграл риммана ну вроде бы когда является ли функция которая стоит сейчас под интегралом ограничены на этом интервале ну вот функция нет потому что мы смотрим на ну то есть нам же нужно посмотреть в точке x 0 u от x 0 оно будет равно нулю да ну только только v от x 0 да 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 это у меня вешка такая да значит действительно поскольку поскольку v от x 0 поскольку v от x 0 поскольку v от x 0 равняется нулю у нас по нашему исходному предположению то вот эта штука это на самом деле не собственный интеграл ну и как раз его значение равняется вот тому пределу который написан слева значит потому что понятно почему он не собственный значит он у него под под интегральная функция она не является ограниченной вблизи вблизи точки x 0 там она уходит на бесконечность потому что v там стремится к нулю поэтому фактически нам оказалось нам осталось понять вот что нам осталось понять сходится вот этот интеграл или нет смотрите я делаю такое утверждение что если если этот интеграл сходится если этот интеграл расходится давайте я в обратную сторону если этот интеграл расходится то такого решения с исковыми свойствами не существует и следовательно теорема верна понятная связь между расходимость этого интеграла и нашим нашей историей давайте может быть еще раз смотрите значит вот этот интеграл он как бы нам показывает время движения ну фактически он показывает за сколько времени мы стартуя вот отсюда в обратном времени назад придем к вот в эту вот в эту вот горизонтальную штуку да то есть можно думать так можно думать что мы вот отсюда значит вот у нас есть решение с вот таким начальным условием мы теперь назад двигаемся по времени в обратную сторону значит вот этот интеграл он показывает как быстро мы придем в точку x0 и если так оказалось что он расходится это означает что мы придем в точку x0 никогда то есть у нас время движения до попадания в точку x0 будет равно бесконечности и это как раз и означает что вот нет такого решения которое бы жило 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 в точке x0 а потом взяло и решила из нее убежать как было вот в этом вот 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 в этом вот сюжете а если сходится то тогда наоборот есть значит понятна ли вот эта мысль так задайте какой-нибудь вопрос а то что то вы не шибко быстро отвечаете на мои вопросы это скорее всего означает что у вас есть какие-нибудь свои вопросы ко мне так ну что все понятно вы покиваете хоть я все равно не вижу как вы киваете ладно будем считать что вы покивали так едем дальше смотрите осталось понять в каком случае этот интеграл сходится в каком случае он расходится у некоторых из вас на курсе мат анализ 1 была такая задачка кажется значит смотрите давайте посмотрим на интеграл от x0 до x1 до у разделить на v от у значит мы знаем что в в точке x0 равняется нулю и при этом мы знаем что в дифференцируема функция значит как можно расписать в в окрестности точки x0 значит давайте в от x равняется значит я хочу воспользоваться можно в ряд трейлера разложить да мы давайте разложим так что дальше нужно написать а в от x0 так да плюс 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 в штрих от x0 поделить на 1 факториал умножить на x минус x0 да ну и давайте остальное запихнем в маленькая потому что мне достаточно только этого окей теперь смотрите значит у меня в от x0 это 0 поэтому на самом деле моя в от x просто представляется в такой форме можно даже это записать теперь так это есть в штрих в точке x0 плюс о маленькой от единицы умножить на x минус x0 значит что можно сказать про вот это выражение ну как минимум она ограничена ну да как минимум она как минимум она ограничена значит давайте теперь посмотрим я хочу сказать вот что я хочу сказать что этот интеграл что если функция в дифференцируема в точке x0 то вот этот интеграл обязательно разойдется но действительно давайте проверим значит что у нас здесь получается у нас получается значит я считаю что у меня в положительно чтобы не возиться с модулями то есть я изначально еще выше предположил что у меня на интересующий интервале в будет положительно поэтому я буду оценивать под интегральное выражение оценивать его снизу а именно я скажу что единица на в от у значит смотрите я знаю что в от x ограничено вот каким то таким образом значит это не превосходит м на x минус x0 тогда единица разделить на в от у наоборот больше либо равняется чем единица разделить на м x минус x0 и с другой стороны мы знаем что интеграл вот x0 до x1 значит единицу на и можно вынести просто за знак интеграла д у разделить на у минус x0 что вот эта штука расходится значит это просто то же самое что интеграл единицы на x просто сдвинутый ну следовательно и наш интеграл тоже расходится и теорема доказана можете быстро повторить что мы в итоге доказали смотрите значит мы доказали теорема существования единственности решения дифференциальных уравнений для автономных уравнений в размерности 1 а именно мы доказали что если правая часть уравнений является непрерывно дифференцируемой функцией тогда верно следующее существует такой ну собственно дальше по тексту по тексту исходной теоремы существует такой интервальчик на оси t что в окрестности с точки t то есть в этом самом интервальчике у меня определенное единственное решение моего уравнения значит последний шаг нашего доказательства состоял в том что мы доказали что все это будет верно в том числе в случае если начальные условия начинаются значит начальные условия находятся в точке в которых правая часть обнуляется даже в этом случае несмотря на то что теоретически здесь возможен вот такой сценарий когда мы живем-живем-живем в этой точке потом в какой-то момент из этой точки убегаем оказывается что для дифференцируемых функций которые задают правую часть вот этот сценарий не может быть реализован потому что если функция дифференцируема она как бы идея такая что вот эта скорость с которой мы могли бы убежать из точки x0 в случае если правая часть дифференцируема эта скорость слишком быстро убывает при приближении к нулю и из-за этого слишком быстрого убывания у нас нет возможности так вот взять и убежать из нуля если бы она убывала медленно так как она убывает у функции x в степени 2 3 тогда была бы возможность но вот для дифференцируемой функции так не бывает чем x в степени 2 3 не подходит под критерий дифференцируемости ну чему равна производная в нуле нулю а и то есть так вот если производная ноль то все ломается а в остальных все хорошо нет производная x в степени 2 3 в нуле не равняется нулю значит x в степени 2 3 это функция которая удается примерно как корень да я понял спасибо и у нее производная не ноль а наоборот в нуле наоборот она бесконечность и ломается ровно в этом случае здесь как бы это что означает это означает что вот у вас в нуле ноль а в очень близкой точке скорость уже будет довольно большой и вот вот это как раз позволяет нам нашей точке убежать из из этой ловушки в которой она сидела где у нее скорость была равна нулю именно тот факт как бы что она может что скорость недостаточно быстро стремится к нулю по мере приближения к самому нулю вот и и вот доказательство этого факта оно основано на том что поскольку v от x ограничены некоторой линейной функцией ну как бы вот смотрите вот это вот все рассуждение на самом деле это очень простая вещь это утверждение такого типа что если у вас есть дифференцируемая функция и она в какой-то точке которая у которой есть 0 в точке x 0 то в силу дифференцируемости вблизи этой точки эта функция ограничена какой-то линейной функцией вот вот такую штуку вот такой вот корень ее нельзя никак ограничить никакой линейной функцией вблизи нуля вы будете проводить всевозможные линейные штуки и все равно она там будет где-то вылезать за нее а если функция дифференцирована то она обязательно ограничена линейной а с другой стороны мы знаем что интеграл от вот такой вот штуки от функции типа единицы деленное на x то есть если у нас в знаменателе будет стоять линейная функция то такой интеграл точно расходится это как раз и означает что вам потребуется бесконечное время чтобы добраться до до этой точки это означает что вы ну как бы если в обратном времени вам потребуется бесконечное время чтобы добраться до ловушки это означает что вы из этой ловушки не можете убежать Ну как, есть ли еще вопросы по этой теореме? Хорошо, смотрите, значит, на самом деле это мы доказали теоремосчитание единственности в очень простом случае, в случае автономного равнина размерности 1, где все можно было посчитать просто явно. Ну, собственно говоря, была явная формула для решения, и благодаря этой явной формуле для решения мы все посчитали. Но на практике явной формулы у нас, как правило, нет, и теорема доказывается гораздо более сложными методами. Значит, я не хочу ее доказывать, но давайте еще обсудим один важный факт. Вот смотрите, если вы посмотрите на эту теорему, то видно, что она сформулирована каким-то таким локальным образом. А именно сказано, что решение существует, но существует она не всюду, а только где-то в окрестности точки Т0. Как вы думаете, почему она сформулирована в таком виде? Почему нельзя было сказать, что решение существует всюду или еще где-нибудь? Всюду, где уравнение определено, например. Почему теорема носит такой локальный характер? Например, правда ли, что если, ну вот на основе того, что вы знаете, правда ли, что если уравнение, ну, допустим, у вас есть автономное уравнение напрямой, и правда ли, что решения такого уравнения всегда определены там же, где сами уравнения, там же, где само уравнение? Давайте посмотрим на такой пример. Я не знаю, успели вы до него дойти на семинаре или нет. Значит, у нас есть такое уравнение. x точка равняется x квадрат. Разбирали такое на семинаре? Ну, вроде бы разбирали, да. Так, а что вы можете сказать при таком уравнении? Как устроено у него решение? Ну, хорошо, давайте решим. Значит, x точка равняется x квадрат. Давайте я буду его решать. Значит, dx по dt равняется x квадрат. Значит, dx разделить на x квадрат равняется dt. Значит, можно проинтегрировать dx на x квадрат равняется интеграл dt. Значит, получается какая-то такая штука. Значит, что такое интеграл от dx разделить на x квадрат? Это минус единицы, деленное на x, правильно? Равняется t, допустим, плюс константа. Ну, давайте теперь выразим x через t. Получается какая-то такая штука. x. Ну, хорошо, tx плюс cx равняется минус единица. Теперь мне нужно cx перенести в правую часть, единицу влево. Значит, cx равняется 1 минус tx. Теперь мне нужно... О, нет, что-то я не то делаю. Значит, я хочу выразить x через t. Значит, получается x от t плюс c равняется минус единица. Значит, x равняется минус единица разделить на t плюс c. Значит, что это за функция такая? Гипербола? Гипербола, да. Если я хочу построить решение с каким-нибудь начальным условием, допустим, вот с таким, как нарисовано. Значит, у меня здесь есть t, здесь есть x. Значит, давайте посмотрим, что при этом будет происходить. Ну, можно на самом деле просто и явно понять, чему равняется c. Давайте считать, что у меня начальное условие x в нуле равняется x в нуле. И тогда... Хотя нет, давайте я даже не буду строить решение с начальным условием, просто выберу какое-нибудь конкретное c. Скажем, c равняется единице. Построю решение с таким c. Как оно будет выглядеть? Ну, это гипербола, сдвинутая на единицу влево. Да. Значит, а сейчас, давайте c равняется минус единицу лучше. Значит, получаются такие гиперболы. Получается вот такая штука и вот такая штука. Ну, теперь, на самом деле, нужно понять, что все это значит. Помните, мы обсуждали, что я хочу считать, что решение дифференциального уравнения это какая-то штука, которая определена на каком-то промежутке, на каком-то связанном множестве. Не может такого быть, чтобы у нас решение дифференциального уравнения было бы определено-определено, потом не определено, потом снова определено-определено. Непонятно, что это значит. Но если посмотреть на вот эту картинку, ну, вот, смотрите, допустим, что я бы хотел бы найти решение с начальным условием вот таким вот, вот в этой точке, тогда бы это означало бы, что у меня решение устроено так. Вот оно в течение времени растет, 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 и при этом оно по мере приближения времени к моменту С, она стремится к бесконечности. И после этого момента решение, вообще говоря, не определено. То есть вот эту вот часть я бы в этом случае просто бы не рисовал бы, потому что вот эта веточка гипербола, она не относится к решению с вот этим начальным условием. То есть, смотрите, что получается с точки зрения нашего уравнения. Значит, вот у нас было уравнение, x точка равняется x квадрат. Где это уравнение определено? В самом все правой части, где определено? На сеть числовой прямой. Да, да где угодно. Она определено при всех t и при всех x. Но при этом, если посмотреть на решение, то видно, что решение оказывается определенным не всюду, а только на каком-то луче. При этом этот луч, ну вот давайте представим себе, а если бы я взял бы в качестве начального условия не вот эту точку, а взял бы какую-нибудь точку, скажем, пониже, вот такую точку, что бы тогда было? Как бы тогда решение выглядело? Значит, если я беру, вот у меня решение с вот этой точкой, оно уходит на бесконечность где-то вот здесь. А если я возьму решение, с начальным условием поменьше. Значит, как у меня будет проходить эта штука? Ну, на самом деле, все решения, поскольку уравнение автономное, то все решения отличаются просто с двигом по времени вправо-влево. Поэтому, на самом деле, мне нужно, чтобы понять, как у меня устроено решение с вот таким начальным условием, мне нужно просто взять вот эту гиперболу и сдвинуть ее вправо, так, чтобы точка пересечения с... Давайте я просто сейчас сделаю так. Скопирую эту штуку. Значит, мне нужно взять вот эту гиперболу и сдвинуть ее вот так вот вправо, так, чтобы она пересекла бы вертикальную ось в той точке, в которой я хочу. И вот будет мое новое решение, решение с другим начальным условием. Оно будет уходить на бесконечность где-то вот здесь. То есть у разных решений получается разная область определения. Область определения таким образом зависит от начального условия. И, в общем, как-то ее описать в общем виде не так-то просто и непонятно как. Тем не менее, в этом случае неправда, что уравнение оказывается определено всюду, то есть что решение оказывается определено всюду. Но, тем не менее, локальная теорема, безусловно, работает. То есть я могу выбрать любую точку, и действительно у меня в окрестностях этой точки определено единственное решение. Но размер окрестностей, вообще говоря, так сходу, пока не решишь, не поймешь, чем уравнение. Вот. То есть по поводу этого уравнения, x точка равняется x квадрат, была такая история, которую я люблю рассказывать в этом месте. Значит, ну вот есть мультузианский рост населения, который мы обсуждали на первой лекции, где x точка равняется x или kx. И мы знаем, что он приводит к экспоненциальному росту населения, к росту по экспоненте. В какой-то момент в Science вышла статья, где сделана попытка промоделировать с помощью дифференциального уравнения рост населения Земли, в смысле популяции людей. Как быстро человечество растет. И они предполагают в статье, что для человечества соответствующее уравнение устроено не как x точка равняется x, а как x точка равняется x в степени 1 плюс какая-то альфа. И вот эта альфа, она показывает, ну там какая-то примерно такая логика, что вот у нас есть, что человечество, когда растет, оно не просто растет, оно еще развивает всякие технологии. Технологии позволяют человечеству более эффективно взаимодействовать и более эффективно добывать ресурсы и так далее. И в целом улучшается пространство для жизни. И благодаря этому, чем больше людей, тем лучше технологии и тем эффективнее люди взаимодействуют. И благодаря этому прирост оказывается не постоянной функцией, а растет с увеличением популяции. Ну как бы, грубо говоря, идея такая, что у вас там детская смертность уменьшается за счет того, что люди придумывают технологии, которые позволяют улучшать медицину и все такое прочее. Ну там один из возможных факторов. И за счет этого вот здесь возникает не просто x точка равняется x, то есть какая-то доля популяции воспроизводится. А эта доля популяции все время растет. И растет она вместе с самим x. И получается вот такое вот уравнение. Ну дальше они взяли, собрали данные, демографические данные за все время, которое им было доступно, типа за 2000 лет. И просто, поскольку уравнение такого типа легко тоже решить, они могли построить семейство всевозможных решений этих уравнений. Ну у этого семейства будет два параметра. Это как раз начальная, значит, будет какой-то свободный параметр c и будет вот этот параметр уравнения альфа. Ну и дальше они просто подогнали c и альфу под реальные данные. То есть они попытались подогнать кривую, которая будет решением нашего уравнения, под те данные, которые у них были. И они получили, что альфа действительно больше единицы. Более того, что альфа больше нуля, то есть вот эта степень больше единицы. Более того, альфа очень близка к единице, то есть эта степень близка к двойке. То есть наше уравнение ведет себя примерно как x точка равняется x квадрат. И это означает, что вот в какой-то момент у нас здесь будет асимптота вертикальная и наше население уйдет в этот момент на бесконечность. Соответственно, они полемизируют с Мальтусом, который утверждал, что в какой-то момент население может вымерить из-за недостатка ресурсов, потому что население растет по экспоненте, и это слишком быстро, а ресурсы не успевают воспроизводиться. А авторы этой статьи написали, что нет, мы не умрем от голода, мы умрем от давки. We will be squeezed to death, подразумевая именно вот это стремление к бесконечности здесь населения. И по их данным получилось, что вот этот самый момент придется ровно на пятницу, 13 ноября 2000, не помню какого года, 50 какого-то, по-моему. Ну, там плюс-минус 5 лет, конечно, но вот пятница 13, пятница 13 ноября. И, соответственно, они это вынесли в заголовок и написали, что вот конец света наступит в пятницу 13 ноября 2000 какого-то года на основе вот этой вот модели. Ну, понятно, что никто на самом деле не предполагал, что действительно в этот день наступит конец света из-за того, что население станет равно бесконечности. Но, тем не менее, эта статья послужила катализатором таких исследований в области демографии с помощью такого моделирования, с помощью дифференциальных уравнений. И самое смешное было в том, что у них действительно был очень хороший фит. То есть реально вот эти вот точечки, которые они нашли в демографические данные за разное время, они действительно очень хорошо ложились на соответствующую кривую. Но этот закон начал ломаться примерно после того, как они опубликовали эту статью. Там начал происходить демографический переход в большем количестве стран. В общем, закон, естественно, начал ломаться. Ну, понятно, что он должен был когда-то сломаться, потому что он не мог стремиться здесь к бесконечности. Но забавно то, что этот момент перелома, он пришелся примерно на то время, когда эта статья была опубликована. Но, мне кажется, история довольно поучительная со всех точек зрения. В частности, если вы что-то моделируете с помощью дифференциальных уравнений или с помощью чего угодно еще, понятно, что у вас всегда есть какие-то ограничения модели, которые нужно учитывать. Если ваша модель говорит, что будет происходить что-нибудь такое, чего происходить точно не может, типа роста населения Земли до бесконечности, ну, значит, это означает, что в какой-то момент модель перестанет быть согласованной с реальностью. Условия применимости модели будут нарушены. Несмотря на то, что она очень хорошо работала на всем этом промежутке времени. Вот. Ну ладно, это я вам баечку рассказал. Давайте пойдем дальше. Значит, чего я еще хотел сказать. Значит, у меня остается 7 минут. Да, смотрите, давайте я еще одну штуку скажу. Значит, опять же, теорема существования единственности так была сформулирована в очень локальном, в очень локальном, на очень локальном языке. Тем не менее, есть некоторое более глобальное утверждение такого же типа, а именно теорема продолжения решений. Теорема продолжения решений до границы компакта. Тут, я думаю, нужно либо напомнить, либо сказать, кто такой компакт. Не знаю, или у вас были в каких-то курсах определения компакта, компактное множество. Ну, если и было, то не у всех. Давайте я напомню. Значит, напоминание, определение. Множество k, ну, давайте считать, что это какое-то подмножество rm, называется компактным. Называется компактным. Значит, давайте я сейчас приведу более простое определение. Значит, если оно не самое общее, но для нас сойдет. Если оно ограничено, то есть содержится внутри какого-то шара. И замкнуто. Ну, давайте я замкну, то есть определю так. То есть содержит все свои граничные точки. То есть, например, вот представьте себе, что у меня, скажем, пространство здесь t, здесь x. И вот я здесь нарисовал какую-то вот такую вот штуку. Значит, вот эта штука, если я включаю в нее границы, является компактным множеством. Потому что есть какой-то большой шарик, в который я могу его поместить. И если я включаю границу, то, значит, оно является замкнутым. Вот и все определение компакта. Ну, например, интервальчик вот такой вот не является компактным, потому что он не содержит свои границы. Там, допустим, вся прямая не является компактным, потому что она не является ограниченной. А замкнутые ограниченные множества называются компактными. Понятно определение? Да. Вот, и теперь утверждение решения уравнения x-точка равняется v, давайте, f от x с начальным условием x в точке t0 равняется x0. Может быть, продолжено. Значит, до пересечения с границами компакта. С границами произвольного компакта K, содержащего t0, x0. То есть, что это означает? Вот смотрите. Вот у меня есть какое-то начальное условие. Вот у меня есть мое решение дифференциального уравнения, которое определено локально вблизи точки t0. Но я могу взять вот здесь вот новую точечку, на этом решении, где-то вот здесь, например, и взять и попробовать продолжить решение. То есть, теперь рассмотреть решение с начальным условием вот здесь, вот с таким начальным условием. Я получу, возможно, какой-то другой участок этого решения. Ну, понятно, что должно быть продолжение того же самого решения, потому что, опять же, потеряем осуществление низкости через вот эту точку, проходит ровно одно решение. И, значит, если оно продолжается вот сюда, то, значит, это вот то же самое решение, которое продолжалось сюда. И так далее. Я могу так дальше продолжать мое решение, и, значит, оно будет как-то продолжаться. Значит, вот, допустим, сделал еще один шаг. Вот, теперь я могу с самого начала нарисовать какое-нибудь компактное множество, содержащее мою точку, мое начальное условие. И гарантированно, что я могу продолжать это решение до того момента, как это решение не пересечет границу компакта. Может быть, что оно будет как-нибудь вот так вот себя вести. В какой-то момент пересекло границу компакта, дальше, может быть, я и не могу его продолжать. Но, по крайней мере, вот до сюда оно дойдет. Что это означает? Ну, вот, давайте еще раз посмотрим на наш пример с x-точкой равняется x квадрат. Значит, мы знаем, что решение определено не всюду. Что вот я мог взять решение с каким-то начальным условием, и это решение определено не всюду. Оно определено вот только до какого-то c. Но при этом, какой бы компакт я ни взял, решение будет определено до тех пор, пока не пересечет границу этого компакта. И в эту сторону можно пересекать, и в эту сторону можно пересекать. Вот, то есть в некотором смысле это означает следующее, что единственный способ, каким решение может перестать существовать, это вот как раз вот такой, уйти на бесконечность. Не может такого быть, что у вас решение существует, 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 а потом вдруг бац, и в какой-то точке перестает существовать. Такое, конечно, может быть, если в этой точке и самоуравнение перестает существовать. Но если у вас, например, вот эта функция f, значит, ну давайте я скажу так, что она всюду определена, и давайте я буду требовать тоже гладкости. То есть вот если само уравнение определено всюду, тогда решение не может перестать существовать никак, кроме как вот с помощью такого механизма, уходом на бесконечность. Вот это то, что говорит теорема о продолжении решения до границ компакта. Вот, соответственно, в дальнейшем мы, как правило, будем предполагать, что наше уравнение удовлетворяет условия теорема существования единственности, потому что иначе никак нельзя построить теорию. Значит, понятно, что если вам задано конкретное уравнение, скажем, сказанного, найти все решения уравнения такого-то, x-точка равняется x степени 1 треть. Ну и тогда, конечно, вам нужно подумать о том, применимо ли для этого уравнения теорема существования единственности. И если нет, то тогда вам нужно изучить вопрос о том, а сколько же у него решений может быть. В частности, в семинарах будет несколько задач, где вы можете потренироваться, находить все решения для таких уравнений. Если же про функцию ничего не сказано, я просто скажу там. Рассмотрим уравнение x-точка равняется f. f от x, например, или f от tx. Ну, значит, мы будем всегда предполагать, что правая часть удовлетворяет условиям теорема существования единственности. Достаточно потребовать гладкости, как я формулировал на этой лекции. На самом деле достаточно потребовать более слабых условий, там, условий липшицевости. Но я не хочу сейчас углубляться здесь в детали. Гладкости мне хватит, а борьба за то, чтобы требовать как можно меньше, мне сейчас не очень интересно. Вот. Ну вот, вроде бы все я рассказал, что ты сегодня хотел. Есть ли какие-нибудь вопросы? Вопросов нет. Ну, хорошо. Тогда на сегодня все. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.